Всем привет, ребята! Рада приветствовать вас на моем канале. Если вы впервые, то отписывайтесь прямо сейчас, но мы начинаем. Сейчас я вам сразу хочу рассказать, как я хотела, чтобы было построено это видео, что вообще хотела вам сегодня показать и как все мои планы нарушили. В общем-то, рассказываю, что я хотела сегодня сделать. Я хотела провести сегодня 1 июня, первый день лета. Погодка, конечно, вообще не летняя на улице Дубарь. Сейчас расскажу, что по моему голосу, по моему внешнему виду, но я хотела... Так как весь май я очень много и там учила, было еще какие-то много дел, я практически не отдыхала в том плане, что для меня отдых забила немного на себя. И сегодня я хотела наполниться, сегодня я хотела сделать там уход какой-то за собой и, собственно говоря, привести себя в порядок, отдохнуть и уже с завтрашнего дня, 2 июня приступать к лету, ко всем летним планам, хотя у нас учеба еще до 4-го. Все пошло не по плану. Я вчера была на море, я очень обгорела, видно по моему лицу, да. Это еще нормально, вчера было еще хуже, у меня все плечи обгорелы, все очень сильно печет. Также я немножко простудилась, как бы у меня насморок, да. И горло болит. Я сегодня ночью вставала от того, что у меня очень сильно болело горло. У меня сегодня есть куча незавершенных дел, которые мне нужно срочно сделать. Сегодня я первый раз за последний год и больше встала не в 6 или не в 5.30, как я вставала в прошлом лету. А без 15.10. Это было бы ужасно, я себя очень плохо чувствовала. Сейчас уже 11.10. Встала почти полтора часа назад. И вчера вместо того, чтобы лечь вовремя, я решила встретить лето. Мы там гуляли на улице. Мы гуляли на улице до 12. Я пришла домой около 12. И потом, пока собралась, пока там с кем-то пообщалась, это было уже около часа. И также сегодня закончу все свои дела. Сделаем вкусный завтрак с вами, вкусный обед. У меня уже есть по планам, что это будет. С лета, прямо с сегодняшнего дня я уже начинаю выполнять все свои планы, которые расписала на лето. Если не смотрели видео, где я планировала свое лето в Notion, то обязательно посмотрите. Я, возможно, оставлю где-то тут подсказочки. Начинать мой день. Я сделала небольшую утреннюю рутину. Короче, многоточки, зато красивые. Ну, хоть ногти классные. Мне прям нравятся малиновые. Хотела малиновые ногти. Я купила подписку на фитнес-платформу Wispens. Там был Spring Wispens Challenge. Это челлендж по спорту, похудению и так далее. Ну, у меня не было особой цели похудеть. Просто хотела попробовать новую платформу. Он длился, в принципе, 50 дней, но я присоединилась на неделю позже, где-то 44. И сегодня я делала фотки для результатов. Результаты реально есть классные. Мне прям понравилось. Поэтому их нужно будет выставить, опубликовать на свою страничку потом, ну, на сайте там. Если хотите, я для вас сниму обзор про платформу Wispens. Но сейчас я иду, наверное, завтракать, потому что потом мне реально нужно много делать. И мой животик уже что-то такой поет, что пора идти завтракать. Мораль этого видео таковая, что мы, конечно, все строим планы, но они могут полностью измениться на 360 градусов. И этому нужно давать возможность допуститься. В общем-то, я хотела сделать йогурт-болл с гранолой и фруктами, но получился смузи-болл. Я взбила клубнику и банан, и взяла немного клубники-банана для украшений, ну и гранола. Кстати, гранола покупная, но сейчас самая вкуснее. Сейчас пока у меня тут гранола, не знаю, возможно, немного размякнет, так можно сказать, смузи. Я хочу вам рассказать сегодняшние планы на день. Мне нужно сейчас отправить фотки в Spring Wispens Challenge. Потом мне нужно срочно скачать лекции курса, которые я проходила в декабре, потому что завтра закроется доступ. Я их начала сохранять на Google Диск, сохраняла только 3 из 12. Мне нужно сохранить еще 9 лекций, еще 3 медитации. Также мне нужно внести аванс за поездку, которая будет в это воскресенье. Для вас буду снимать влог, я еду в Дорунчук, это озеро. На Сапах кататься будет сплав. Также мне нужно сегодня заказать одну большую посылку, тоже наконец-то я накопила. Возможно, сегодня придет моя посылка в Шеин, по моим расчетам, но мэби это будет и завтра, и послезавтра. Так что буду для вас снимать распаковку. Также мне нужно снять этот влог, смонтировать его, выставить, потому что завтра, наверное, иду в школу. Отдохнуть сегодня, походу, не получится. Сегодня снова куча дел, поэтому так, сейчас завтракаю и иду за работу. Блин, это было очень вкусно, тут еще осталось как бы, ну, еще можно повыбирать. Сейчас я завариваю кофе, в последнюю неделю практически не пила кофе. И также возьму кусочек шоколадки. Кому интересно, то в мае я ела шоколад. Ой, в течение шоколада вообще сладкое. И сейчас его ем на лето, я думаю, отойду от него, потому что будут фрукты. Почему так произошло? Кто меня смотрит давно, знает, что я не ем сахар где-то уже, как там, два с половиной года, наверное. На течение не то, что не ем, а как бы, да, фигню, если честно. Ну, типа, да, разрешалась я там есть сладкое только по выходным. За май произошло много, очень много поменялось в моей жизни. Ну, у меня, у меня лично, да, как бы, внутренне даже не то, что там особо какие-то внешние факторы. Но произошло многое, и я это все не рассказывала, потому что, в принципе, не снимала влоги. Я ничего не успевала, потому что на выходных я не отдыхала. У меня было много дел, работа. Ну, короче, май — это месяц, когда у нас у всех в семье по-другому вообще все расписание складывается, потому что определенные там обстоятельства. У меня сейчас там уже закипает кофе. На самом деле, ограничивать себя от сладкого, разрешать его только по выходным, это было, ну, наверное, даже глупо, потому что это вводит в рамки, приводит к РПП и так далее. Я думаю, вы все сами понимаете. И сейчас мое питание тоже меняется, мои взгляды на питание меняются. И, как я уже раз 500 говорила, за май поменялось многое. Сейчас у меня там кофе запаривается. Да ё-моё, эти волосы! Я не буду это еще раз говорить, потому что я это уже 500 раз сказала. Также на моем канале стукало 4000 подписчиков, чему я вам очень сильно благодарна. В общем-то, много всего хорошего произошло за май, много каких-то перемен. Все, и плохое, и хорошее все равно к лучшему. И такая мысль возникла вчера у меня в голове, то, что... Я думаю, вы знаете, что если вы оглядываетесь и смотрите на себя год назад, на свои фотки, видео, на то, что вы делали, на свои поступки, на свои мысли год назад, на себя год назад, и понимаете, какой же я был глупый, то вы все делаете правильно. Сейчас я смотрю на твой взгляд, на жизнь, на все, что я делала, на свои действия год назад, меня. И да. Да. Я очень загоняла себя в какие-то рамки, то есть четко придерживаясь режима сна, правильная только еда, сладкая только по воскресеньям, спорт каждый день, все как под копирку, каждый день это была прям такая вот какая-то рутина непонятная, все четко выполнять, чтобы все было идеально, не отходить ни от каких правил, ни от каких рамок, то есть держаться в каких-то установленных мной себе правил, и что, конечно же, привело к какому-то выгоранию, к тому, от чего я пыталась отойти где-то на протяжении этого года, другая, чем год назад. Понятно, мне уже 16 с половиной, уже, типа, нормальный такой возраст, более, еще более осознанный, хотя я думаю, что год назад я, блин, такая осознанная, на самом деле просто глупая была. Возможно, через год я посмотрю это видео, послушаю свои слова, и такая, ну да-да, да, конечно, более умная она стала, но что будет через год, то будет через год, а пока что вот так вот. Сегодня какой-то у нас философский влог, видите, волосы вечно никак не уляжутся, короче, все. В общем-то, у меня тут шоколадочка, это шоколад с соленым арахисом, кусочками карамели, я не знаю, почему, я покупаю вот эту шоколадку второй раз, как бы я попробовала ее, в метро покупала, если что, там как раскидка была, и в прошлый раз тут были, по-моему, только соленые арахисы, либо арахис в соли и типа в карамели, а сейчас вот какие-то кусочки еще карамели, либо, ну да, конечно, разлить сейчас еще тут все, и да, тут кофе, либо я что-то напутала, либо они что-то напутали. Я, кстати, люблю вот шоколад, блин, это очень вкусно, когда ты его в горячий чай или кофе макаешь, и он тает, и получается растаянный шоколад, очень вкусно. Кстати, ребят, пока я только что вспомнила, те планы, которые я писала на лето в Notion, я их писала еще в заметках, я думаю, их нужно прописать еще на бумаге, потому что есть смысл, когда ты пишешь на бумаге и в электронном варианте, и то, что из-за этого как бы желания какие-то, то есть то, что ты понимаешь, что как бы более сложно-сбыточные, то есть реально то, что из-за этого ты очень хочешь, чтобы сбылось, но это прям реально желания, мечты какие-то, нужно из-за этого сделать намерение. Поэтому сегодня самые свои заветные желания из списка на лето, то есть там какие-то путешествия, либо что-то такое, что более сложно-сбыточно. Собственно говоря, я пропишу это все в намерении, на бумаге, в блокноте своем. То есть желание — это как бы просто желание, а намерение — это как бы ты уже прописываешь то, что вот я там, допустим, в настоящем времени это имею, такое-такое, описываешь это все подробно, оставляешь это, забываешь, отправляешь запрос, и, собственно говоря, да. Ну, это не значит, что потом нужно сесть на поперрон и ждать, пока ваше желание сбудется. Нужно работать над ним, но какие-то возможности и какие-то решения придут к вам. Я сейчас вышла на улицу погулять с собакой. Вообще сегодня все пошло не по плану, потому что у меня куча дел сейчас накопилась, у мороза и дождь. Я себя очень плохо чувствую. Мне нужно делать кучу дел. Конечно же, отдыхать мне некогда, мне завтра нужно идти в школу, закрывать еще долго по алгебре, потому что она не может выставить оценки, хотя она сказала, что может, а потом она передумала. Короче, сейчас я покажу погоду, я иду гулять с собакой. Вообще все не так, как я думала. Первое июня, морозит дождь. Все, конечно, зеленое, я очень рада, все очень круто. У меня лицо такое обгорело, но я извиняюсь. Я извиняюсь, я хочу тепло. Вот, я говорю о погоде. Дует ветер, идет дождь, да, классно. Солнце, вообще не знаю где. Вот. Я сейчас включила пылесос в свою основную комнату и пришла в мастерскую, потому что две недели назад я где-то снимала переделку одежды на лето, да, погода, конечно. Сейчас я пришла убирать в мастерскую, потому что, если я что-то шью и делаю, то как бы я вот развожу срач и убираюсь только спустя время. Короче, сижу, просто на полу против света снимаю, ну ладно. Так, я еще не начал убирать в этой комнате. Блин, я в себя все хуже и хуже начинаю чувствовать, и мне завтра надо в школу, потому что надо. И я пытаюсь сохранить курс, но ничего не получается. На голову диски, я не понимаю, как, типа, другие сохраняли, но у меня там только 12 гигабайт доступно, а мне нужно 50 минимум. Флешки у меня все по нескольку гигабайтов, тогда ничего не сохранишь. Жесткий диск не... Ну, точнее, он подключается, там можно все просмотреть, но туда нельзя ничего добавить, я не знаю, как ему открыть. Я поняла, что я не могу воспользоваться жестким диском, потому что там другой формат, и если я изменю формат, который подойдет на мой ноут, то оттуда все удалится. Хорошо, что я там ничего не нажала, и все как бы норм, окей, я отключаю тебя. Мне нужно купить новый жесткий диск под мой ноут, этот мне не подойдет. Я вчера и сегодня вмерила температуру, потому что мне казалось, что у меня поднялась температура, но она 36,7. Я не знаю, мне просто состояние такое, знаете, когда ты обгорел, то потом как будто бы морозит. Я как бы не очень-очень завтра в школу, и в принципе, можно дальше продолжить болеть, но мне нужно идти там на алгебру. Точнее, алгебры не будет, мне просто нужно найти учительницу и узнать, почему она мне не может поставить оценку. Погода по-прежнему как бы дождливая, весь день дождь, но это как бы вообще не лето. Он показывает, что на улице 12 градусов. Градусника нет. 12. Первый день лета. Еще я снова хотела найти музыку для видео, но ничего не могу найти. Я облазила весь YouTube в поисках, где ее взять. Фаналы, где есть музыка, в итоге я снова зашла на фонотеку YouTube. Там, как обычно, вообще очень редко попадается крутая музыка. Ну, как крутая, более-менее. Так что, если вы начинающий блогер или просто блогер, или уже продвинутый, напишите, пожалуйста, где вы берете музыку. Ребят, уже 6 вечера, 6.20, на заднем фоне у меня записывается очередная лекция с курса. Голос классный. И, собственно говоря, я сейчас буду заканчивать уже, точнее, продолжать делать монтаж, выставлять видео, заканчивать делать свои дела, уже ничего интересного не будет, и уже повышена. Вечером, возможно, будет тренировка, наверное, растяжка. Как раз на платформе Выспонс, как раз про которую я сегодня говорила, сегодня вышла новая, новая программа, растяжка, и, короче, это очень круто, я ее ждала. Как раз у меня закончится подписка на Выспонс через 11 дней, и я уже продлевать ее не хочу, но вот тренировочки сейчас еще и поделаю. Ну, на этом все, ребята, если вам понравилось это видео, то вы подожди с ним пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите свои комментарии. Это было все, и всем пока-пока. Огромное спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!